А сейчас новости спорта. Рубрика Латкарина «Спортивная» с Романом Завьяловым представлена при поддержке компании «Славянское подворье.Л». Новости баскетбола. Самая непредсказуемая игра. 23 января в спортивном комплексе «Кристалл» прошел очередной матч первенства Московской области по баскетболу. БК «Кристалл» принимал БК «Химки». По мнению болельщиков и специалистов, этот матч стал самым валидольным в сезоне. Первая четверть прошла с преимуществом гостей. Однако во втором отрезке матча латкаринцы были сильнее, уйдя в отрыв к большому перерыву. В третьей четверти «Кристалл» вновь был лучше, набрав «Гандикап» в 16 очков. Кульминация матча произошла в последнем отрезке игры. Слишком рано поверив в легкую победу, наша команда стала играть спустя рукава, а химкинцы семимильными шагами стали сокращать разницу в счете. Все старания нашей команды сохранить преимущество не увенчались успехом. Разница в счете растаяла, как снег весной. За 11 секунд до конца встречи счет был 74-73 в нашу пользу, но последняя атака была за гостями. В зале повисла напряженная пауза. Волновались все – баскетболисты, зрители, судьи и особенно тренеры. Все понимали, что один бросок может все решить. И наши выстояли. Хорошо сыграв в защите в решающий момент, «Кристалл» победил со счетом 76-73. В игре вторых составов, окрыленные победой первой команды, латкаринцы показали быстрый, высокоскоростной баскетбол и смогли уверенно победить со счетом 77-49. Новости баскетбола. Латкарина Коломна, 1-3. 24 января в спортивном комплексе «Кристалл» прошла очередная матчевая встреча первенства Московской области по баскетболу среди юношей. Четыре команды «Дюсш» Латкарина принимали «Дюсш» Коломна. Первыми на паркет вышли баскетболисты 2003 года рождения – тренер Виталий Андреяхин. Латкаринцы показали неплохой баскетбол, но уступили со счетом 44-51. Следом играли юниоры 2000 года рождения, которые тоже проиграли в борьбе, уступив со счетом 56-69. Под руководством Павла Минкина команда 2002 года рождения уступила со счетом 47-64, а команда 1998-99 годов рождения смогла показать быструю атаку, комбинационную игру и агрессивную защиту. И, как следствие, победить со счетом 62-35. Через все чужие не в жизнь, через все свои не могу. Ну еще, еще продержись, ох, как жарко на этом снегу. Писал Роберт Рождественский в своем стихотворении «Репортаж о лыжной гонке». 23 и 24 января на лыжной трассе «Волкуша» прошло открытое первенство Москвы и Московской области по лыжным гонкам среди любителей. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов в возрасте от 18 до 90 лет. Эти соревнования являются зональными. По результатам соревнований формируется сборная России, которая будет защищать цвета российского флага на чемпионате мира среди любителей, который скоро стартует в Финляндии. Лыткаринские лыжники традиционно приняли участие в гонках. Первое место смогла завоевать лыткаринка Евгения Серякова, которая будет представлять Россию на чемпионате мира. Лыжники, участвовавшие в гонках, отметили отличное качество трассы, великолепную лыжню, чистый лес и свежий воздух. Отличная трасса. Поехал нормально. Как оцените самостоятельно ближе? Ну, немножечко хотелось получше. Понятно. А ты отпустил немножко соперников. Трасса отличная. Хочется всегда лучшего первым быть. Но не получилось, будем тренироваться. Ой, отличная трасса. Бороз, лыжи катят. У всех по-разному, говоря, как на соль, на мазере. Трасса. Ну, есть цирки, есть торчки. Сегодня, наверное, очень холодно. Но, как бы, есть вещи, которые можно пододеть, и будет нормально. Лыжи кто как сделал, того так и ехали. Мне здесь очень нравится, как бы, тренироваться, соревноваться. Здесь, как бы, лес очень здорово. Здесь прекрасная трасса. Я хочу сказать, вот эти соревнования у нас, мы проводим в России региональные старты. Это таких семь региональных стартов. Это Урал, Сибирь, Перенцы Сибири, Поволжье и так далее, и так далее. И вот это, как бы, Перенцы Москвы и Московской области региона, которые открыты. Они приезжают отсюда из Пензы, Рязани, Владимиры, Ну, Обнинский, все команды сюда. Эти соревнования, они являются, как бы, перед тем, как мы будем потом проводить Перенцы России, и Перенцы России по марафону и так далее. Это очень крупные соревнования. Ну, как правило, у нас в этих соревнованиях участвует 300-400 человек. Место нами давно обжито. Мы много здесь проводили Перенцы таких же соревнований. Ну, вот это первый раз мы приехали, после некоторого периода приехали на эти соревнования. Место сказочное. Я думаю, что его надо обязательно осилить, освоить, и чтобы вот такие соревнования можно было проводить. Идеальная трасса, идеальные условия. Ну, все. Я, например, очень доволен, что вот это. Это лучшие, я пожалую, сейчас условия в Москве, в московском регионе. Через неделю сборная команда России отправляется на чемпионат мира среди любителей, который будет в Финляндии в Акате. И я вот считаю, что вот эта трасса идеальная для тех условий, что мы так пробежали. Ну, сейчас здесь участвует, я думаю, что порядка человек 50 членов сборной команды России. Очень хороший уровень соревнований. Мы впервые проводим здесь соревнования такого уровня, первенства Москвы в Московской области. Организаторы очень хорошо постарались. Видна подготовка не сиюминутная, а кропотливая, ежегодная, ну, ежесезонная подготовка. Видна летняя подготовка, широкие просеки, хорошо укатанная трасса, умелая, грамотно использована техника. Из того, что они могли сделать, они сделали, конечно, конфетку. Очень хорошее место для проведения соревнований. Чистый лес. Ну, и погода сопутствует замечательная. Морозец, солнышко, достаточно снежного покрова, грамотно приготовленные спуски. Трасса очень хорошая. На самом деле, борьба не шуточная. Были и падения, были серьезные столкновения, была очень такая серьезная борьба на трассе. И я хочу сказать, ну, вы сами видите, вот участники, да, все так бьются, борются. Отбор идет очень серьезный, очень сильный. Ну, нам бы очень хотелось за это место зацепиться и проводить здесь не только первенство Москвы и Московской области, а проводить региональные соревнования. Выражаем благодарность за помощь в съемках рубрики «Латкарина. Спортивные» компании «Славянское подворье.Л». Роман Завьялов, Александр Тестов, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Роман Завьялов, Александр Тестов, Алексей Устинов. Новости Латкарина. Продолжение следует...